Весовая категория Но пока не так много свершений в его карьере Известно, что становился он четвертым на юношеской олимпиаде в 2018 году Соперник Янсена, фанат Кахрамонов из Узбекистана Фанат Кахрамонов уже проводил поединок в рамках этого турнира И, кстати, мы вам забыли сказать, что это другая весовая категория Уже мы поднимаемся по весам, это весовая категория, до 75 килограммов Средний вес Фанат Кахрамонов выиграл у иорданца Маджета Эльсимрина А Янсен Пута, он как раз был сеяный Ну и также принимал участие фанат Кахрамонов в чемпионате мира в Екатеринбурге По боксу в России, но в медалях там не оказался Вылетел на стадии перед четвертьфиналами на третьем отборочном цикле На третьей отборочной стадии, так будет вернее Сначала выиграл у монгольского спортсмена, потом победил, кстати, австралийца Ну а с Гербертом Кэнсей Сау справиться не смог С ним справился только наш Глеб Бакши, который и стал чемпионом мира в этой весовой категории Ну и так, как говорится, на бумаге записным фаворитом выглядит в этом противостоянии фанат Кахрамонов Да, пока да Ох, какая атака Ну и, конечно, мы отмечали в прошлых трансляциях вот такая манера фаната Кахрамонова Предельно хладнокровная, даже с каким-то определенным, можно сказать, выражением равнодушия на лице он Ну такой флегматичный парень, да, в общем-то особо эмоций не проявляет практически Но, как говорится, свое забирать умеет Посмотрим, насколько это получится в поединке с Янцином Патуа Да, и здесь сразу небольшие замечания Кахрамонову за то, что он толкал своего соперника Сошлись в клинче И хорошо на выходе Боковым справа забрасывает фанат Кахрамонов Да, и здесь повело его немного назад, потерял равновесие Ну там слышали мы тоже подбадривающие крики Ой, молодец! Это как раз был угол Кахрамонова И сейчас хорошо зацепил его, кстати, представитель СМОА К Рамону надо быть повнимательнее СМОА представлено на этом турнире четырьмя спортсменами Весовой категории до 69, 75, 91 и до 81 килограмма Все мужчины Не удерживать, говорит рефери фанату Кахрамонову Хороший боковой вот Кахрамонова И вот опять повисли друг на друге И вот сейчас хорошо на выходе из клинча Сразу два удара успел выбросить фанат Кахрамонов Через уклон, нет, здесь не получилось Пытается опять попасть и попадает фанат Кахрамонов Ну и вот немножечко сейчас заваливался, бросая удар с передней руки Ну вот в данный момент ему удается Уходить от атак встречных Но не будем забывать, что Янсон, он был сеянный Сеянный был под третьим номером Для него это первый поединок В рамках турнира Кахрамонов, что называется, ринг уже прочувствовал Пошел отсчет И еще одна атака в исполнении фаната Кахрамонова Пытается теснить канатом Закончен раунд Фанат Кахрамонов, кстати, в мае прошлого года принимал участие Ну так же, как и понятное дело, что в рамках предолимпийского года И нового олимпийского цикла Там постоянно участие в турнирах самого разного калибра Ну и здесь на довольно-таки престижном турнире выступал фанат Кахрамонов Кубок губернатора Санкт-Петербурга Было это в мае, как я уже сказал, прошлого года И там вышел в четвертьфинал Где встретился с кубинцем Эрнандосом Юнисом Соузой И ему уступил Ну и Соуза тогда встретился с Петром Хомуковым И Петр Хомуков в итоге стал финалистом И выиграл турнир Ну и сейчас инструктируют секунданты фанатов Кахрамонова Говорят, что нужно еще больше челнок подключать Ну, кстати, на челнок практически всех узбекских спортсменов Тренерский штаб ориентирует Ну и учитывая, как сейчас узбеки выступают В профессиональном боксе, в любительском боксе Надо понимать, что штаб, естественно, осознает, что делает Потому что воспитано большое количество чемпионов И призеров в том числе Вот так скажу И хорошо с передней ручки Сейчас фанат Кахрамонов попадает сбоку И еще раз добавляет Мощный удар от Дженсона И попробовал он еще и в туловище попасть Дженсон Путуа А на апперкот не удалось подловить фанату своего соперника И стал вязаться в ближней дистанции Панат Кахрамонов Плотные очень удары от Кахрамонова Сейчас хорошие и по круговым траекториям И в корпус, там по ребрам несколько раз зацепил Потом в голову Но Дженсона не так легко просто остановить И сбить с его атакующего настроя тоже Сталкивает Попадание Да, ближе к канатам Надо сбрасывать с себя, конечно, руки Поступает назад Скользь приходится удар Ну и, кстати, надо отметить Что Дженсон, он сейчас перешел К такой технике, тактике спойлера Попадание было Куда-то в область затылка Но рефери сделал замечание Именно Самоанцу Потому что сейчас пытается вязаться На первое же атакующее движение Представитель Красного угла как раз И не давать возможности фанату Развивать свои атаки Ну, теперь фанат сам Вошел в клинч Немного повисел на сопернике Ну, так скорее для того Чтобы самому отдохнуть Взять какую-то паузу, подышать Хорошо пробил в корпус Фанат Кахрамонов И вот опять подвис немножко Решил чуть-чуть восстановиться Таким образом Ну и опять делает внушение рефери Что нельзя фанат Кахрамонову Вот так вот Ну, за удержание Ну и мы уже знали Ну и так и до этого знали И сейчас, конечно, видели Что если будет слишком много Таких замечаний Там понятное дело Что на усмотрение рефери Но может быть снят балл И все-таки рисковать не стоит Сейчас услышим отчет Заключительный 10 секунд До завершения этого раунда Ну, хорошее попадание Повело назад немного Представитель Асамуа Ну, прям придавил его вниз К Кахрамон А вот и гон Отправляются спортсмены по углам Но и похвалили Как мы слышали Фанат Кахрамонова Довольны тренеры Сейчас постановят Им много кровоток В ногах Приводят в чувство Немало энергии было затрачено Как одним, так и другим боксерам Это хорошие такие Размашистые атаки Вот, однако, правда Мимо цели Ну, тут же и показывают нам Как промахивается Соперник Фаната Кахрамонова Диансен Патуа Представляющий Самуа Смотрим Счет Счет Единогласен В пользу Фаната Кахрамонова И даже у одного из судей 10-8 Получилось Итак, третий и заключительный раунд Фанат Кахрамонов Против Дженсена Путуа Неплохая атака В исполнении Представителя Узбекистана Немного В область затылка Попал Кахрамонов Уже получил замечание От рефери Пропустил пару ударов Но ответил своим хорошим Сначала правым боковым Потом через эпизод Еще и левым Опять попадание Тянет на себя Такая странная пауза Возникла в действиях Обоих Потому что Кахрамонов Как-то Атаки не инициирует Ну и Путуа Тоже так И Пассивно встал Перед соперником Снизу Да В клинч Заходят И потом Пробовал Как вариант Вырваться Из этого клинча Аперкотом Фанат Кахрамонов Но сейчас Очень часто Стали висеть Друг на друге Да И команда Не удерживать Постоянно Вот Разрывает клинч И вот сейчас Получилось Попасть Четко По нату Кахрамонова Правда Так вот Словно И не заметил Как-то Резко просели Оба По Физическим Силам Кондициям Да Да Потому что Был насыщенный Очень Второй раунд Его завершение Хорошо На встречу Пробил Путуа Путуа Выжидал Все-таки Этого момента Ну и Дождался Один раз Попал и тут же Второй раз Причем такие удары Безамплитудные Короткие Но От этого Не менее Неприятные Вот Вот уже Фактически Заваливается Фанат Кахрамонов Последняя Минута Нужно Дорабатывать А сил Судя по всему Нет И здесь Конечно Выходит И у одного И у другого На первый план Их Морально Волевые Качества Кто Сможет Не просто Дотерпеть До конка А еще И что-то Сделать На Подзанавес Поединка Ну здесь Да 30 секунд Осталось И это Пожалуй Наименее Насыщенный Действием Раунд В этом Поединке Вот так Как-то Устали оба Достаточно Серьезно Путуа Уже Тянется За ударом Его хватает Максимум На какой-нибудь Один Более-менее Точный Дальше Опять Очень длинная Пауза Ну а Кахрамонов В своем же стиле Так и боксирует То есть Он такой Флегматик От бокса Да Но правда Удержаниями Иногда Чуть-чуть Злоупотребляет В этом поединке Ему пришлось Куда сложнее Чем В первом А вот Секунданты Фанаты Кахрамонова Довольные Судя по всему Той работой Которую продемонстрировал Их подопечный Отбили Вот так вот Пять По перчаткам Ну а мы сейчас Будем слушать Судейское решение Ну тут конечно да Настроение погрустнее Но как-то Удивительно Сманец Он просто Встал В какой-то момент Ну понятное дело Что усталость Накапливается И накатывает Иногда внезапно Но здесь Ты же выходишь Подготовленный Ты же не вышел На коротком уведомлении И понимал Что это за турнир И готовишься Явно на всю его длину Но вот тут Как-то Не сложилось По Женцам Путуа Единогласное решение И все-таки Фанат Кахрамонов Одерживает победу И продолжает Своё Шествие К олимпийской мечте Поздравляем Фаната И Команду Узбекистана Ну и Что касается Самоанцев То Редей этой команды Их осталось Всего лишь Трое Ну есть еще шансы Себя проявить Но с другой стороны У представителей Узбекистана Тоже еще В тех весах Которых есть Самоанцы Есть Кого предложить Потому что Ну действительно Как я сказал Во всех весовых категориях Команда Узбекистана Была представлена Но правда Тоже Есть Потеря Горой Мирзаева Свои выступления Закончил Ну пока Есть у нас возможность Что посмотреть Как развивались события В этом поединке Ну вот Второй раунд На мой взгляд Наиболее насыщенным Получился А третий раунд Получился тяжелым Для всех И для боксеров И для зрителей Можно сказать Потому что Ну очень мало Что происходило И сели И клинчевали Вот И уже Вот так вот На морально-волевых Вытаскивали Поединок Как могли И Лучше Это удалось Сделать Панату Кахрамонову